Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! И, собственно, вот, пожалуйста, будем все это в ближайшее время подробно рассматривать. Лен, давай начнем с тебя. Новогоднее настроение какое-то чувствуется? Зимнее? Вот как себе создаешь дома, может быть, какой-то уют, комфорт? Конечно, чувствуется. У меня двое деток, школа. Мы наряжаем, украшаем классы. То есть уже готовимся вовсю. Наверное, самый красивый класс у вас. Мама-то рукодельная. Ну, не знаю. Мама помогает как-то уже? Ну, конечно. Декорации делать? Конечно, конечно. Девчонки у меня молодцы. Они мне помогают. И не только свои классы украшать, они в работе мне помогают, на заказах. То есть какие-то моменты делают. То есть уже как бы зима наступила такая, рабочая, предновогодняя пора. Лена, а у вас как? Ну, в общем, тоже я скажу, что своих клиентов я начала уже баловать с октября месяцем. С октября, то есть у вас уже так это? Ну, на самом деле, в декабре это уже поздновато, да. У мастеров, на самом деле, Новый год начинается очень-очень заранее. Поэтому, да, начинаем готовиться уже давно. Так, есть ли какие-то, может быть, тренды этой зимы, к которым вы тоже руку приложили и решили делать? Ну, в общем, да, один из модных самых стилей в последнее время это шеби-шик, винтаж. И, в общем, шарики, которые я сегодня принесла, они как раз в этом стиле и выполнены. Так, друзья мои, Лен, ну а вот у тебя что-то новенькое? Ты же у нас на все руки мастера тоже, поэтому... Ну, что-то новенькое, да. В этом году я решила сделать подсвечники. Опять-таки, по заданию школы хотела что-то придумать. Давай, показывай. Вот такие подвесные подсвечники я сделала. Обычная трехлитровая баночка из-под огурцов, из-под огурцов, который можно уже опустошить. Сюда наливается немножко воды, и свечечки, которые в фольгированной такой оболочке, аккуратненько опускаются пинцетиком. Развязывается шнурочек, подвешивается, и все это очень красиво светится вечерком особенно. Ну, а если, допустим, самостоятельно сделать такое, что нужно для этого? Можешь взять еще в руки и показать, что здесь... Да, нетрудно. То есть все это собирается сборкой в гармошку на двусторонний скотч. Потом, естественно, притягивается шнуриком, в данном случае шпага. Даже косичкой заплетена все очень мило. Да. И каждая юбочка вот в какую-то наслоечку ведется до самого верха. Ну, а тут какой-то такой новогодний декор. То есть блестящие бантики, красные ленточки, ягодки, веточки. И привязываем вот такие вот шнурочки, чтобы он был подвесной. В принципе, он может быть и просто стоять на столе. Не обязательно вот этот шнурочек делать. Понятно. Так, ну то есть получается, что эти, в принципе, легко можно сделать? Очень легко. А какая-то техника безопасности потом? Детям же тоже наверняка рассказываешь. Ну, конечно, да. Если мы зажигаем свечку потом вот в готовом, да, наливаем там водичку, то это обязательно под руководством все-таки взрослого. То есть это пинцетика, зажгли, опустили. Сам ребенок этого не делает. Но, в принципе, можно и электрические свечки у нас есть такие. Тоже их очень много, которые от хлопка зажигаются. Туда ее прямо опустили. Ну, уже не в воду. Без всякой водички. Все совершенно безопасно. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть вопросы к нашим гостям, звоните. Ждем от вас рецепт зимний. Может быть, какая-то маска у вас есть для волос? Может быть, какой-то совет? Что кушать, что наносить на лицо, на волосы, на руки, на ноги, в конце концов? Звоните, рассказывайте. Кабинет Татьяны Храмовой вам подарят сертификат на посещение, на процедуру. Я думаю, это хорошее подспорье. Елена, ну а вы чем нас порадуете? Что расскажете? И что, может быть, продемонстрируете всем тем, кто здесь? Ну, я могу рассказать, как женщина, которая умеет вышивать, вот очень достаточно легко можно сделать такой вот замечательный новогодний шарик. Причем вышивать можно в любой технике. Здесь они у меня сделаны в технике вышивки лентами. Вот такая вот заготовочка изначально делается. А внутри каждого шарика вот такая пенопластовая заготовка. Можно подержу? Да. Что хочется еще подробиться? Я девушка, которая не умеет вышивать, но очень надеется, что когда у меня будут дети, я буду вышивать. Ну, на самом деле, вышивка лентами, она не очень сложная. В интернете сейчас есть огромное множество мастер-классов. Розочки здесь выполнены в технике паутинка. Вот. И самые обычные ленточные стежки для листочков. То есть, получается, мы берем вот эту штуку. Заготовку, да. Вышиваемый на стречевом бархате, либо можно использовать такой вот достаточно тонкий лен. Потому что тогда вот получаются такие винтажные шарики из льна. А на пенопластовом шарике впоследствии нужно будет сделать небольшую бороздочку по всему периметру. Где-то 2 мм шириной и 3-4 мм глубиной. И эта ткань уже с вышивкой натягивается на шарик. И каким-то таким тонким инструментом нужно просто туда заправить ткань с одной и с другой стороны. Вот. То, что получается у нас сбоку, такое некрасивое место, мы задекорировали вот такими кружевами. Все хочется потрогать. В принципе, получается, что такими шарами можно задекорировать елку в винтажном стиле. Конечно, конечно. Что еще можно к ним повесить такого, чтобы, как говорится, не переборщить? Просто бантики. Ленты. Да, если мы украшаем всю елочку в одинаковом стиле, можно это сделать вообще одного цвета шары, либо два-три цвета выбрать каких-то. Как украшения, мне кажется, можно носить вообще. Да, как вариант. То все остальное пространство бантиками, тогда уже никакой мишуры не используем. Ну, а у меня вопрос такой, хочется, наверное, еще поинтересоваться. Вот это панно. Чьих рук дело? Моих. Моих. Скромно так сказала Лена. Ну, расскажи, что нам для его изготовления понадобится и что может быть... Какой-то совет, да? На самом деле, очень легко. Просто по кругу вырезается картон. Обычный картон? Обычный картон, да. Сверху берется какая-то нарядная бумага, в данном случае скраб-бумага, вырезается по этому же кругу. И между ними собираем сборку. Я, в принципе, уже... Это очень любимая сборка Лены. Это универсальная такая штука. Это моя любовь. Ну, и все, мы выкладываем декор. Вот такие, например, заготовочки, часиков, они продаются. Просто нужно поискать. Стразики продаются. Это вырубка. Все, в принципе, это можно найти в магазинах рукоделия. Очень легко. Ну, вот так вот красиво и приятно на стеночку повесить. Ну, что ж, друзья, наверное, я думаю, что, как бы, если вы захотите действительно что-то сделать, то можно либо самим научиться... Вы проводите мастер-класс? Да, конечно. Мастер-класс тем более проводят. То есть можно найти девчонок, записаться к ним на мастер-класс, что-то там найти такого интересного для себя и к Новому году что-то изготовить. У меня вопрос. Вот по поводу рецептов красоты зимних. Есть ли что-то эдакое? Ну, не знаю. Говорят, лед очень хорошо сужает сосуды, то есть кожа светлеет. Я как бы сама не пробовала, у меня немножко другая ситуация. У меня холод в аллергии, поэтому мой рецепт красоты на улице не выходить. Вообще сидеть. Да, тогда у меня все хорошо. Елена, есть что-то такое? Ну, вот насчет льда. У меня заготовлены кубики льда из сока огурцов, собственно говоря, летом на даче сделала себе. Вот, и всю зиму ими пользуюсь. Ну, и в конце концов, после таких декабрьских хлопот, они у всех, наверное, существуют в наше время, да, просто элементарно выспаться, дать себе хотя бы денечек, отоспаться перед праздниками, чтобы после 12 часов, после боя курантов, просто не уснуть. Чтобы не быть с тремя мешками под глазами, два под глазами, один с подарками. Чтобы такого не было, обязательно нужно высыпаться и как-то себе позволять все-таки немножко отдохнуть и чем-то вкусненьким, тепленьким себя побаловать, почему нет. Есть ли какие-то пожелания накануне вот такого длинного, очень продуктивного месяца с первым днем зимы? Если есть, камера напротив, пожалуйста. Конечно, есть. Хочется всем такого зимнего, предновогоднего настроения, такого вот рождественской сказки впереди грядущей. Хочется, чтобы, наконец-то, наша погода устоялась, чтобы она была зимняя, а не такая, как сейчас, допустим. Непонятная. Да, ну, хочется сказки, хочется, чтобы ребята и, конечно, молодые люди, девушки и парни, может быть, у нас на мастер-классах и парни бывают, творили, как-то обуючивали свой дом вот перед Новым годом, что-то делали красивое. Это всегда поднимает настроение. Ну и, конечно же, всем здоровья и счастья. Спасибо. Елена, нет, что сказать, добавить? Ну, я предлагаю тоже не ждать милости от природы все-таки, да, а создавать чудо своими руками. Хороший совет. Потому что, на самом деле, неизвестно, какая погода нас ожидает, но все только в наших руках. И если мы начнем что-то делать для поднятия настроения, значит, оно и будет, собственно говоря. Ну, а если действительно захочется как-то красить свой дом, вы знаете, кого найти. Спасибо вам большое, дорогие наши гости. Ну, а вам, друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сегодня выясняем ваш личный, собственно, зимний рецепт красоты. Может быть, чем-то поделитесь, получите сертификат на посещение студии красоты Татьяны Храмовой. Ну и, наверное, сейчас вдогонку, пока у вас будет несколько минут подумать, вам покажу кадры из фильма, который мы сегодня загадали. Тоже зимний, вот людям делать, видимо, нечего на берегу, где-то там отдыхать в такую погоду. Если вы узнали, что это за фильм, позвоните нам, 202-11-22. Через пару минут вернемся в студию и будем удивительные, вкусные какие-то штуки делать. Что это за штуки, узнаем совсем скоро. Не переключайтесь. Передать историю советского кино через черно-белый снимок. Выставка «Черно-белое начало» посвящена жизни старейшего кинотеатра в Самаре, художественного. В середине 20 века он был центром притяжения всех жителей города. Каждому хотелось прикоснуться к фантастическому миру синематографа. Кино было самым главным из искусств. Люди ждали каждый новый фильм, который выходил в Советском Союзе. Кинотеатры были заполнены, конечно же. Мест не было свободных вообще. То есть здесь устраивались и творческие встречи с приездом актеров, режиссеров. Здесь проводили всевозможные кинолектории. Жизнь кипела нисколько не меньше, чем сейчас, а может быть даже и больше. На одном из снимков совсем еще юная Надежда Румянцева. На другом – трудовой коллектив кинотеатра художественный. Фотографии представляют собой большую историческую ценность и являются своеобразным пособием по истории кино города Куйбышева. Сейчас, чтобы сделать видео или фото на любом современном гаджете, достаточно нажать одну кнопку. Раньше фотографы использовали вот такие огромные фотоустановки и выполняли множество различных манипуляций. Для начала нужно было снять крышку с объектива, затем прицелиться, после чего закрыть затвор. Далее фотограф вставлял кассету с пленкой и только после этого делал снимок. Так появлялась черно-белая фотография. Продолжается наш первый декабрьский эфир. И это здорово, это как-то окрыляет. И на самом деле хочется кричать о том, что наконец-то наступила зима настоящая, и хочется погоды снежной, такой вот бесшумно, когда падает снег, а когда вечером выходишь на наши улицы, чтобы было чисто, красиво, и, собственно, много-много было ярких фонариков. Ну, а мы сегодня радуем вас подарками, пусть не накануне Нового года, но все же есть у нас телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Наталья Дмитриевна. Наталья Дмитриевна, очень приятно, и хочу все-таки вас попытать на сегодняшнее наше такое вот интерактивное общение. Какой же у вас, может быть, есть зимний рецепт красоты? Я вот витаминки принимаю, обогащенные всякими там жирами и так далее, чтобы кожа все-таки не сохла. Что делаете вы? Вы все делаете все очень даже правильно. Я рецепт предлагаю самый простой. Берем детский крем, обновенный по уходу за детским. Наш российский хороший детский крем. Добавляем туда капельку масла жужуба, капельку масла, не масла, а самого коэнзима. Все это тщательно смешиваем и наносим на лицо. А как наносим? Это защищает нас от ветра, от переохлаждения и способствует тому, чтобы кожа дышала и выгощалась кислородом. Ух ты, как здорово! То есть вы этот рецепт проверили на себе уже? Конечно, конечно. То есть эффекты есть? Мне тоже используют, очень довольны. Ой, спасибо вам большое, спасибо. Ну вот такие рецепты поступают нам сегодня в студию, если у вас есть что-то подобное и не хуже. Позвоните нам, у нас сегодня приз для самых-самых активных. Это посещение салона, точнее, кабинета красоты Татьяны Храмовой, одного из лучших косметологов нашего города. И я там была, и поверьте, действительно, есть за что побороться. Ну а мы сегодня будем продолжать как-то культивировать наше зимнее, новогоднее практически уже настроение. Готовь, как говорится, сани летом, но тем не менее мы уже готовы и в нашем, надеюсь, доме и в вашем тоже совсем скоро запахнет чем-то вкусненьким. Может быть, даже имбирными пряниками. Почему нет? За это у нас отвечает сегодня наш творец мастерской вкусных идей Эльвира Абзалова. Эльвира, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение с новогодним, зимним? Настроение самое предновогоднее, самое зимнее. Особенно задействует этому имбирные облака, в которых я нахожусь. Так, ну рассказывайте, как это происходит, почему это в вашей жизни появилось так или иначе? Ну, в моей жизни появился ребенок, и я стала обладать свободным временем. Соответственно, я стала думать, чем ты занял? Ну, как свободным временем? Ну, конечно, да, все мы понимаем, что за свободное время у каждой декретной мамы. Естественно, мне захотелось какой-то красоты и вкусноты привнести для своих близких, для домашних. Я решила, что почему бы не печь, почему бы не попробовать сделать пряники. Для начала поводом был день рождения друга, потом стал поводом день рождения свекрови. И вот как-то все это дело завертелось, захотелось сделать что-то новогоднее. И получилось. И получилось сделать что-то красивое, нарядное, ажурное. Поэтому для меня имбирные пряники – это вот часть предновогоднего декора, часть этого настроения. Ну, я так понимаю, все равно это круглосуточный, хороший, вкусный подарок к любому поводу. Конечно. Пряник может быть не только новогодним подарком. Это подарок ко дню рождения. Это просто знак внимания любимому или близкому человеку. А рецепт вот этих вот пряников, я не знаю, это методом проб и ошибок? Это тест на семье, как бы нравится, не нравится? Вот этот универсальный рецепт, например, тесто заготовлено, лежит все-таки там как-то в морозилке. Долго оно не лежит в морозилке, ни в коем случае. Тесто должно быть все-таки свежим. Я ориентировалась на рецепты, популярные в интернетах. Ну, соответственно, я его немного адаптировала по своему вкусу, по тому сочетанию ингредиентов, которые мне показались оригинальным. Ага. А если сейчас наши зрительницы возьмут ручку и блокнот, есть ли какой-то совет, может быть, ну, не будет хотя бы там по списку, ну, приблизительно, что нужно обязательно положить в тесто для имбирных пряников? Ну, я прям могу его продиктовать. Давайте записываем под диктовочку. Под диктовочку. А если что, не успели в повторе сегодня в 21.30, можно повторить. Да, можно повторить. Берем 100 грамм сливочного масла размягченного, смешиваем с 50 граммами сахара, добавляем затем пару ложек меда. Меда, вкусняшка, так. А затем кладем набор специи. Это ложка кардамона, полторы ложки корицы, ложечка имбиря. То есть все-все-все-все такие теплые, согревающие ореха. То есть все то, что приносит вот этот новогодний аромат. Добавляем 200 грамм муки. Обязательно понимаем, что тесто будет влажным, сыроватым, но мы его закладываем в холодильник на пару часов, чтобы все пропиталось. И только после этого начинаем вымешивать тесто, начинаем с ним работать. А были какие-то, я не знаю, все-таки, да, действительно, промахи, не получалось? Были, конечно же. Поначалу, естественно, три партии в ведро и 10 звонков лучшим подругам, кулинарам, которые занимаются тоже выпечкой. Поэтому все это дело непростое, но если подходить к этому с любовью, с терпением, то все получится обязательно. Ладно, пряник испечь. Это одно дело, точнее, но не полбеды, но как минимум полдела. Его же еще нужно расписать. Нам, Эльвира, принесла заготовки, голенькие пряники. Да, я принесла голенькие пряники. Конечно же, здесь ситуация такая. Мы после выпечки получаем прянички достаточно простые, да, по форме. Они могут быть немножечко кривоваты, но все это дело подправляется, подправляется глазурью. Я принесла с собой тоже мешочки с глазурью. Она изготавливается... Кулинар уже в профессиональных пакетах носит. Конечно. Но на самом деле здесь есть тоже такой нюанс. Многие кондитеры используют насадки для выдавливания глазурью, но я перепробовала очень много. Простой отрез, краешка у этого мешочка, он на самом деле наиболее эффективен. Вот, и получаться может... Разная красота. Ух ты! Красота-то может получаться вот такого формата. Давайте выкладывайте, посмотрим. Хорошо. То есть тут прям... Разные звездочки могут получаться. Ёлочки могут получаться. Такие махонькие, на один зубок это называется. Пока Элевиру выкладывают. Да, друзья, я напомню, что у нас телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сегодня ждем от вас рецептов красоты, зимние рецепты красоты. Звоните, а также же ждем ответа на наш фото-вопрос, киновопросы, с какого же фильма мы загадали этот кадр. Если знаете, звоните. 202-11-22. Давайте покажем, да, нашу красоту невероятную. Это что, лошадка? А, это олененок. Это олененок. Вот такой замечательный. У нас олененок предновогодний тоже. Очень достаточно простая форма. Я редко пользуюсь вырубками. Я обычно вырезаю инструментами по мастике. А так как я любитель запахов, я хочу вам сказать, друзья мои, что это пахнет действительно всеми теми специями, которые, собственно, перечислила Эльвира. Давайте, может быть, распишем один пряничек, если это несложно. Да. Что в составе глазури? В составе глазури у нас яичный белок. Что, достаем какой-нибудь? Да, достаем какой-нибудь. У нас яичный белок в составе глазури. У нас стакан сахарной пудры. У нас, естественно, идет добавка лимонной кислоты. То есть, в принципе, мне кажется, это хорошее подспорье для того, чтобы... Сердечко вот еще и... Давайте сердечко еще раз вырисуем. Давайте сердечко. Подспорье для того, чтобы занять детей. Да, конечно. Выпекаете им пряников в дюжину, даете им какие-то кулечки с глазурью, сидят, рисуют что-то там в качестве подарков, что-то делают. И мне кажется, что такое занятие подспорье для всех. Действительно, случился очень замечательный опыт с племянниками провести мастер-класс кулинарный. И я подумала о том, что можно такое дело проводить и детям из детских садов, да просто так знакомым деткам из детских домов даже, если туда пойти, можно с этим мероприятием. Вот. И может получиться, как достаточно простая, да, фигурка, там, домики, можно дойти и до оформления пряников с картинками. А не съедобные картинки? Да, это съедобная печать, и здесь можно изобразить различные изображения. До чего техника дошла? До чего техника дошла действительно. Сама поражаюсь, восхищаюсь и радуюсь. Вон оно что. А как домашние относятся к тому, что вот так вот много мама печет? Соседи, наверное, сходят с ума от запахов. Они, мне кажется, они радуются. Вот, потому что это настроение, оно же дома теперь постоянно. Этот аромат, он постоянно, и вкусняшки к чаю, друзьям, они, ну, появляются очень часто. Поэтому я надеюсь, что это приносит радость. Не только мне. Ну вот сегодня мы сдаем всем нашим гостям, так уж сложилось, что у нас девчонки сегодня в эфире, зимний рецепт красоты. Эльбер, есть что-то такое? Конечно, я даже уже продумала. Ответ этот вопрос. И даже его опробовала, этот рецепт красоты. Я рекомендую использовать природные продукты. Это мед. Это будет маска для лица, да, медовая. Две ложечки меда, пол-ложки соды, пол-ложки соли. Во-первых, мы получим эффект такой насыщающей кожи, а с другой стороны, это будет эффект очищающей кожи. Самое главное протестировать где-нибудь на участке кожи, не будет ли у вас аллергии на эту смесь. А так, мне кажется, что-то щелочи, соль и все абразивное такое в баню, мне кажется. Ну, недолго. Только единственное, что три минутки такой смеси достаточно для наших нежных лиц. Что, может быть, хочется пожелать всем тем, кто сейчас нас смотрит, какого настроения, может быть, что-то сказать? Хочется пожелать всем взаимопонимания, внутреннего тепла и любви, потому что она сможет нас согреть не только в новогоднюю ночь, а вообще в эту зиму. Ну, это здорово звучит. Илья, спасибо вам большое, вам хороших таких хлопот, вкусных хлопот предновогодних. Ну, а я, друзья, предлагаю вам посмотреть сюжет о том, как же преобразится наш город уже совсем скоро, как засверкают всеми яркими гирляндами фасады домов. И кто потом появится в нашей студии, вы не поверите, это будет настоящая Снегурочка. Что она нам расскажет, узнаем совсем скоро. Не переключайтесь. Они не хватают звезды с неба, а дарят их жителям. На улице Осипенко новогоднюю иллюминацию монтировать начали две недели назад. В день сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет» успевают украсить 5-6 фонарных столбов. Уже выполнили больше половины работы. Всего здесь должны появиться более сотни декоративных светильников. По два на каждой опоре. Меряется 3,5 метра от земли. Первая устанавливается 3,5 метра, а вторая чуть выше. Со стороны дороги чуть выше, так как управляющая часть, чтобы не мешало, ничего не задевало. Работать не мешают ни снег, ни холод. Только припаркованные на улице Осипенко машины усложняют монтерам задачу. Если удастся найти владельца, попросят переставить. Нет, пойдут устанавливать железные звезды в другое место. Мощность у светодиодных лампочек небольшая. На освещенность улицы новогодние украшения повлияют, только когда зажгутся все единовременно. Гореть новые зимние звезды будут вот таким холодным синим цветом. Это сейчас их включили специально для нас. А вообще они будут загораться автоматически, когда стемнеет, вместе с остальным уличным освещением. Для жителей города новая иллюминация – настоящий новогодний подарок. Когда над головой сияют звезды, говорят, на душе сразу праздник. Праздничное настроение поднимается. В нашей грустной жизни хотя бы свет какой-то, огоньки. Ну, я думаю, это здорово, украшает город праздник. Настроение будет лучше, подниматься, конечно. Еще будет один плюс – поднять настроение. К Новому году жителей ждет звездопад. На Осипенко от проспекта Ленина и до Мичурина появятся уличные гирлянды. Подготовку к празднику планируют закончить до 10 декабря. В декабре, в декабре все деревья в серебре. И, знаете, когда она приходит, сразу почему-то начинаешь вспоминать все те стихотворения зимние, которые читала Деду Морозу. И да, ей – самые настоящие Снегурочки. Друзья, телефон прямого эфира – 202-11-22. Может быть, самые-самые маленькие сейчас из наших зрителей чего-то хотят сказать Снегурочке. Может быть, как пестрят какие-то социальные сети заявлениями о том, что в этом году буду писать письмо не Деду Морозу, а Снегурочке. Она, как женщина, меня должна понять. Ну, в общем, вот она, встречайте. Самая настоящая самарская Снегурочка. Здравствуй, Снегурочка. Здравствуйте. Как настроение? Вот пришла твоя пора 1 декабря. Настроение замечательное, потому что, начиная с этого дня, уже идет настоящая подготовка к Новому году. И мы уже можем заняться своими предновогодними хлопотами с Дедушкой Морозом. Ну, и что за хлопоты, ну-ка, рассказывай. На самом деле, у нас очень много предновогодних задач. Нужно и речку льдом сковать, нужны узоры красивые нарисовать, такие, как у тебя на платье. Мы будем рисовать на окошках. А в городе очень много стеклянных поверхностей. Вот, и, конечно же, все деревья нужно обязательно украсить снегом. Ну, это такие, получается, хлопоты, так скажем, ну, самые настоящие. Зимние, природные, то, что, как говорится, должно быть. А может быть, какие-то еще есть добрые дела у Снегурочки? Как вообще с настроением новогодним? Ну, мы с Дедушкой других дел не делаем, у нас все дела добрые. Ух ты, хорошо. Вот, но в этом году у нас много городских забот. Потому что Новый год, праздник, который приходит в каждую семью, но, к сожалению, не все детки могут посетить, например, новогодние елки большие. И вот к таким деткам, которые лишены самого главного – здоровья, мы с Дедушкой будем приезжать в гости, дарить подарки. Но каждый житель города может подарить таким детям сказку. А как это сделать? Сделать это очень просто. Вот, например, есть детки, которые ограничены в своих возможностях в плане здоровья. И они просят не игрушки, они просят не видеоигры, планшеты. Они просят, например, вот есть девочка Анечка, она просит костыли самого маленького размера. Или есть мальчик Руслан, который очень любит познавать мир, но у него нету плеера и наушников. И вот такой простой подарок ему нужен. И каждый житель может купить такой подарок и принести в торговый центр амбар и положить его в контейнер проекта «Благодарю». И мы эти подарки 20-го числа с Дедушкой будем развозить прям на дом к таким деткам и эти подарки дарить. А то есть где-то можно найти информацию о том, кому чего хочется и как подарить? Юля, эта информация есть у тебя в сообщении в социальных сетях. И ты сегодня можешь выложить на своей страничке этой передачи. То есть получается, пока мы тут сейчас пряники расписывали, Снегурочка, время не зря не теряло. Действительно, друзья, для вас очень важное сообщение о том, что если вы хотите помочь детям, если вы действительно хотите стать частью этой большой волшебной новогодней сказки и как-то принять участие в этих поздравлениях, смело можете заходить к нам в группу программы «Универсальный формат». Мы обязательно там всю информацию выложим. Все, что нужно будет, пройти по ссылке, прочитать, может быть, что-то для себя отметить, узнать. И прикоснуться к прекрасному. Не проходите мимо елок желаний, которые также будут совсем скоро стоять в разных частях нашего города. Не проходите мимо каких-то акций, которые будут устраивать разные благотворительные организации, уже начиная со следующей недели. Я думаю, что если вы человек неравнодушный и себя помните маленьким, как хотелось получить какой-то подарок, может быть, не было возможности у ваших родителей, или, может быть, действительно странные были, сложные ситуации в семье, и тем не менее сейчас вы выросли, вы зарабатываете, и вы можете подарить какой-то подарок такому же маленькому мальчику или девочке. Но я знаю, что это не все еще проекты, в которых будет участвовать Снегурочка наша в этом декабре. Да, на самом деле в Самаре очень много отзывчивых, добрых людей. Это и самарские блогеры, которые помогают нам поздравлять вот этих детей. Это и общественная организация «Свежий ветер». И есть у нас еще замечательная организация «Областной наркоконтроль», который пригласил нас в этом году поздравить мальчиков, которые очень любили в детстве играть в машинки, но они выросли, и у них теперь большие настоящие машинки, и они ездят по городу. Ну как ездят? Некоторые лихачат. Некоторые лихачат. И мы с Дедушкой Морозом вместе с ГИБДД 25 декабря на улицах города будем поздравлять таких выросших уже мальчиков с Новым годом, предостерегать их от опасностей, вручать им брошюрки, ну и дарить им новогоднее настроение. Такой у нас областной наркоконтроль. Да, у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Светлана, ну вот Снегурочка сидит. Всегда, может быть, хотела что-то спросить, но стеснялись, и не было возможности. Снегурочка у нас очень красивая. Попросите Снегурочки. Ну, чтобы поскорее, наверное, началась зима у нас, и появилось уже такое праздничное настроение. Но она пообещала здесь в прямом эфире, что скоро-скоро этим займется. Светлана, расскажите, хотелось бы, наверное, у вас спросить, ваш зимний рецепт красоты поделитесь? Ну, и лично я тоже, как вы, наверное, пью витаминки. В принципе, мне достаточно. Надо не только пить витаминки, но и кушать много сезонных овощей и фруктов. Тех, что произрастают у нас, тех, что мы заготовили. Кислая квашная капуста, вообще с клюквой, да с чем-нибудь таким полезным, с витамином С, лучшее подспорье. Ну, и теплый чай, имбирный с лимоном. Наверное, хотите ответить на вопрос? Да, хотела бы ответить, угадать. Давайте попробуем, что же за фильм мы загадали. Вечное сияние чистого разума. Вот смотрели, значит, действительно, зацепил этот фильм непростой, но, тем не менее, очень интересный. Спасибо вам большое, Светлана, за то, что поучаствовали. Ну, у нас до конца программа еще есть, пять минут, так что можно действительно воспользоваться этой возможностью и позвонить нам, рассказать свой зимний рецепт красоты. Я думаю, что у вас что-то такое припасено. Ну, а я же хочу у Снегурочки спросить, тяжело ли вообще быть частью сказки, быть Снегурочкой и постоянно устраивать какие-то мероприятия, участвовать в них? Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я же не была никем, кроме Снегурочки. Ах, вон оно что-то. Ладно. Но мне очень нравится быть Снегурочкой, дарить детям радость, видеть улыбки и видеть, как они себя проявляют, а самое главное, когда дети верят в чудо. Потому что здесь сегодня говорили про рецепты красоты, и можно, конечно, много-много разных средств использовать, делиться секретами, и это нужно делать. Но самое главное, нужно любить, быть любимыми, верить в добро и дарить добро. Потому что, когда ты даришь добро, ты много больше получаешь для себя. И твой организм, твоя личная фабрика по изготовлению химических веществ, она выделяет самые нужные для тебя средства. И ты становишься еще краше за счет того, что творишь добро. Вот, да. Мне кажется, друзья, это очень хороший совет от нашей сегодняшней гости. Творить добро и добрые дела действительно благом вернутся к вам. Да еще и, как выяснилось, ваш собственный организм. Снегурочка, ну а как вообще, может быть, я не знаю, подготовить ребенка ко встрече с Дедом Морозом, со Снегурочкой? Ребенка подготовить очень просто. Дедушка, он всегда задает какие-то вопросы, загадки. И он очень любит, когда детки себя активно проявляют, читают стихи. Поэтому вы можете с ребенком почитать какие-то интересные истории про дедушку, выучить стишки. И, Юля, давай, наверное, так я отвечу на твой вопрос. Я попробую тебя проверить. Сможешь ли ты отгадать загадку? Давай, Снегурочка. Друзья, ну вы можете присоединиться сейчас вместе со мной по ту сторону экрана загадки от Снегурочки поразгадывать. Жду. Загадка такая, дедушка ее знает. Он приходит в зимний вечер зажигать на елке свечи. Он заводит хоровод. Этот праздник... Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Наверное, Новый год. Молодец, Юля. Новый год – это самый чудесный сказочный праздник. И в этот год сбываются все желания, если захотеть. И также в этом году сбудутся желания у деток детского дома «Малютка». И все желающие могут присоединиться к нам 30 декабря вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и неравнодушными жителями Самары приехать на мехзавод в дом «Малютки» и подарить детям сказку, поиграть с ребятами. Ну вот, как-то так, наверное, сегодня наша встреча со Снегурочкой прошла. Я думаю, что хочется, наверное, вручить наш замечательный приз сегодня за такой полезный рецепт. Запомните, друзья сегодня нам позвонили, рассказали, что нужно взять детский крем, коэнзимы, масло жужеба, все это смешать. И говорят, помогает, если верить каким-то личным народным средствам. Спасибо вам большое. Даем приз нашей телезрительнице. Ну, от Снегурочки сейчас полетят в вашу сторону хорошие, добрые слова, может быть, даже какие-то стихотворения. Почему нет? Снегурочка столько стихотворений слышала. Может быть, даже сама чего-то захочет рассказать вам и пожелать настоящего зимнего чудесного настроения и самочувствия. Пожалуйста. Новый год слетает с неба? Или из лесу идет? Или из сугроба снега к нам приходит Новый год? Он, наверное, жил снежинкой на какой-нибудь звезде. Или прятался пушинкой у мороза в бороде. Но всегда бывает чудо. И когда двенадцать бьет к нам неведомо откуда, вновь приходит Новый год. С наступающим, друзья! Ну и всем хорошего зимнего настроения. Нужно обязательно пожелать. Я думаю. Друзья, дорогие, мы сегодня говорили о добрых делах. И я еще раз хочу повторить информацию. Если вы ее не услышали, обязательно зафиксируйте. Но мы, взрослые люди, должны понимать, что есть дети, которые в этот декабрь будут ждать от нас подарков, будут ждать каких-то сюрпризов. И если вы неравнодушный и добрый человек, готовый делать праздники, готовый как-то так посодействовать в этом, всю информацию о том, где это можно сделать. Мы будем регулярно размещать у нас в группе ВКонтакте. Ищите официальную группу программы «Универсальный формат». Ищите какую-то контактную информацию. Будем для вас рады ее предоставить. И чтобы вместе с нами, вместе со мной, Снегурочкой, мы будем дарить это добро в этом декабре. Спасибо большое, Снегурочка. Вам, друзья, хорошего настроения. Зимнего вдохновения и впечатлений. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!